Баклажаны Всем здравствуйте! Сегодня мы будем готовить запеченные баклажаны с овощами. Что для этого нам понадобится? Для этого нам понадобится Болгарский перец, томаты, чеснок, твердый сыр, соль, майонез, растительное масло, кабачок или цукини, одно яблоко, баклажан и как всегда хорошее настроение. Для начала нам нужно порезать наш баклажан. Баклажан будем резать не толстыми кусками, не дорезаем до конца, чтобы его полностью не разрезать. И нарезаем где-то 4-5 мм. А вы когда его нарезаете, вы его ложите так, как он у вас будет лежать сутки запекаться. То есть на этой стороне они вот так вот. Вот примерно вот такая штука у нас получится. Когда мы нарезали наш баклажан, нужно его посолить, чтобы ушла вся коричь и оставить его на 15 минут. Просто сверху так вот немного засыпаем солью. Теперь можно нарезать остальные овощи. Мы берем наш кабачок или цукини, обрезаем все лишнее и нарезаем его тоненькими дольками, где-то 2 мм. После того, как мы нарезали наш кабачок, его нужно немного посолить, совсем чуть-чуть для вкуса. Все, не оставляем, пусть настаиваются. Теперь можно нарезать помидоры кольцами. Кольцами тоже берем небольшими, примерно как кабачок. Теперь можно нарезать наш перец. Мы убираем эту шляпку. Вычищаем все лишнее, желательно все семечки. Ну, если где-то останутся, ничего страшного. Они съедобные, ничего не будет. И вкус они не испортят. Нарезали. Теперь перерезаем его пополам. Еще раз пополам. У нас получились такие лепесточки. И эти лепесточки еще раз пополам. Вот на такие 8 частей мы делим наш перец. Яблоко не обязательно ложить. Я очень люблю яблоки. Потому что он дает кислинку и получается намного вкуснее. Но яблоко желательно выбирать кислых сортов. Антоновку. Например, самый будет лучший вариант. Вырезаем нашу святинку. И нарезаем вот такими вот дольками. Сыр желательно нарезать вот такими вот квадратиками. Тогда будет его удобно ложить и он не будет оттуда выпирать. И теперь самое время фаршировать наш баклажан. Где-то яблоко. Где-то помидор. Где-то яблоко. 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 Продолжение следует... И когда мы зафашировали его овощами, теперь можно ложить сыр. Смотрите, ложите больше, меньше, как вам нравится сыр. Я люблю много, поэтому я буду ложить примерно через один кусочек. Как видите, мы только посолили с овощей баклажан и кабачок. Больше ничего надо солить. И смотрите, можно его готовить на обычном прото, мне я предпочитаю лично такую посуду. Мы наши синенькие баклажаны зафаршировали. Теперь нужно смазать все растительным маслом. Смазываем сверху растительным маслом. Немного. И мы разогрели нашу духовку до 200 градусов и отправляем до готовности. Пока запекается наш баклажан, можно приготовить соус. Его можно подать с любым соусом, который вы предпочитаете, но я больше всего люблю чесночный. Обычный майонез и чеснок. Чеснок давим или чесно-выжималкой, или ножиком, как вам удобно. И этот чеснок смешаем с майонезом. Довим ему настояться минут хотя бы 10. Вот такое аппетитное блюдо у нас получилось. Оно одно из самых вкуснейших в сезон овощей. Его можно подавать с любыми видами мяса. Всем советую попробовать обязательно. Очень вкусно получается. Просто супер. Всем, кому понравилось это блюдо, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих. Пока!